Помощь в оформлении документов иностранным гражданам. Такие объявления всё реже и реже можно встретить в городе, на автобусных остановках и на фонарных столбах. Гости столицы привыкают, что законное оформление процедур гораздо экономичней, а главное надёжней. И всё же нет-нет, да и появится где-нибудь листок с обещаниями сделать всё быстро и недорого. Перед официальной проверкой провели контрольную закупку. После этого в том, что документы по отдельной, сомнений не оставалось. Сотрудники отдела экономической безопасности по Иго-Западному округу выступили в качестве клиентов, закупили документы, отправили их на исследование. Исследование подтвердило, что все эти документы фикция, после чего злоумышленников решили задержать. Подпольный офис находился рядом с торговым центром, среди контейнеров, оборудованных под подсобные помещения. Здесь оперативники нашли множество пустых бланков, уведомления, постановки на миграционную учёт для иностранных граждан, те самые объявления, тетради с черновыми записями, а также гербовые печати Федеральной миграционной службы. Работали они, в принципе, по классической схеме. То есть они давали объявление, что некая компания оказывает помощь в оформлении документов. Впоследствии им звонили клиенты, они встречались у метро, дабы можно было быстро ускользнуть, если появятся сотрудники правоохранительных органов. Брали предоплату, брали копию паспорта, после чего куда-то уходили. И говорили, что через два часа они будут готовы отдать уже настоящие документы, якобы. Должите, пожалуйста, добровольно предлагать деньги, которые были переданы сегодня. Надо считать. Доказательством подделки, помимо самих уведомлений, явились и деньги, которыми расплатились оперативники. Номера купюр были предварительно переписаны. Работники офиса не отрицали, что занимались заполнением документов, но якобы не подозревали о незаконности своих действий. Что вы здесь делаете? Сидел, меня попросили тут поработать. Поработать. Что именно? Ну, составлять бумажки эти. По факту продажи поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А за подделку самих бланков, скорее всего, придется отвечать организатору подпольного бизнеса. Сейчас его объявили в розыск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА